Я, в общем, акценты меняю. Дело в том, что за все хорошее в гаврационном процессе приходится расплативаться. Бесплатных хороших признаков не бывает. Вот в этот раз, после того, как мы с вами посмотрим современные данные по происхождению человека, мы с вами постараемся разобраться. А параллельно с тем, что у нас возникает все хорошее, связанное с человеком, какими влияют серьезные медицинские проблемы. Причем не у кого-то одного, а у биологического вида Homo-Satens в целом. Чем расплачиваемся за свое очеловечество? Доехать до конца до этого акцента можно будет только на предпоследнем-последнем занятии. Сначала необходимо набрать просто рабочую базу данных, с которыми дальше будем набрать. И тема нашего сегодняшнего первого занятия «Кто такие приматы?» А происхождение человека чаще всего, когда спрашивают неких профессионалов, приходят на ум фразы, которые приписывают, даже не напреписывают. Человек произошел от обезьян. Во-первых, в своем происхождении видов даже ни строчки о происхождении человека не пишут. Через 14 лет он пишет происхождение человека, но за это время уже успело возникнуть, оформить и охрепнуть целое направление. Первая фраза говорит немецкий антон. Хопт, который работал с резким, достаточным заболеванием человеческим, микроцефалия, недоразвитие больших полушариков головного мозга. И с точки зрения хопта, череп микроцефала является точной путью черепа шимпанзе. Он посчитал модным в те времена способом доказательства эволюционной преемственности, посчитал, что вот предковый признак возьмем у современного человека. Соответственно, предок, вот он объемный. И параллельно Хакцлер. Один из интерпретаторов и совершенно страстный популяризатор теории даже. Так, вот им принадлежит эта фраза. А фраза с современной точки зрения почти решена смыслом. Она сводится к простому утверждению. Пятиклассник произошел от школьника. Ребят, но дело в том, что если мы изобразим множество школьников, то пятиклассники, они вот здесь или внутри этого множества? Внутри. Внутри. Пятиклассники – это просто один из вариантов школьников. Утверждение «человек произошел от обезьяны» не очень грамотное по одной простой причине. Он не произошел от обезьяны. Мы с вами вполне полноправная обезьяна. Мы вот здесь, внутри. Причем можно взять более широкую общность. Вот так. Не обезьяны, а более широкую. Значит, как наш отряд называется в целом? Приматы. Отряд приматы. Одна из двух которых называется обезьяна. И одна из формы обезьянных форм – это мы с вами. Так что говорить о том, что человек произошел от обезьяны в этом контексте, ну, достаточно общем-нородно. Достаточно и бессмысленно. Так, значит, мы уж в любом случае связывать происхождение человека с современными обезьянами, мягко говоря, никакого основания ни от шимпанзе, ни от горилл, ни от макаб человек не происходило. Вот здесь можно еще об закладке адреса. Теперь давайте посмотрим, а почему, собственно, людей включают именно в эту команду. Команду приматов, подкоманду обезьян, в еще более мелкую градацию человекообразной обезьяны, так, гоминоиды. А дело в том, что если с разными человеками человекообразная обезьяна, то очень сложно найти по-настоящему отличающие приматы. Отличия чаще всего будут носить не качественные, а количественные характеры. И об этом мы в этот раз будем говорить много. Значит, про то, что у людей бывает разная группа крови. Я думаю, все слышали. Можно ли переливать кровь от любого человека любому другому? Нет, нельзя. Нельзя ни в коем случае. Вы убьете того человека, которому перелили группу неподходящей крови. Он просто погибнет от этого. А вот между человеком и шимпанзе переливание крови возможно. У нас две группы из четырех совпадающие. Правда, две остальные не совпадающие. Но зато одна из этих не совпадающих шимпанзе, совпадающая с гориллами. Значит, теперь, дальше. Мы с вами, да, ну про то, что наследственное, вообще все организмы развиваются, во всяком случае, до рождения полностью, согласно генетических программ. Ну и дальше, в общем-то, функционирование тела в общем, в очень большой степени завязано на врожденной генетической программе. Хорошо. Ну и как по-вашему, какой процент генов отличает? У нас с вами около 23 тысяч генов, которые записаны на ДНК в каждой ядре клетки, славные. Ну и так по-вашему, если сравнить человека с шимпанзе, какой процент генов будет отличен? Может быть, один процент генов? Ну и мы с вами говорим, и буду я вам показывать, да, материалы, которые были получены в последние 10-15 лет. Значит, вот когда я был в вашем возрасте, нам говорили совершенно точно, вот здесь граница, которая отделяет четко человека и всех прочих живых существ, это умение изготавливать и использовать орудия. И изготавливают орудия, и используют орудия, и обучают своих детей использованию орудия, и изготовлению орудия, и видеоматериал, на эту тему мы с вами посмотрим. Так что качественной границы здесь не получается. Количественная, да, она есть. Хорошо. Берем следующий критерий, который вроде бы бесспорим. Человеческая речь и общение. Ребят, уже почти 20 лет как существует на нашей планете, говорящая на человеческих языках обезьяна. Сложно здесь в том, что звуковая речь, вот как я сейчас говорю, для эпох, для человекообразных обезьян, совершенно недоступна. Просто у них по-другому устроена гортань, антонически по-другому. В частности, мы с вами звуки произносим на выдохе, а не на вдохе. Поэтому звуковой язык для них недоступен. Зато для них казались вполне доступными языки глухонемых. Жестовые, синтетические языки. А после этого, значит, официально для этих ребят написали компьютер на языке. И они бегают с маленькими мобилками, вполне общаясь между собой, вполне общаясь с воспитателями, просто набирая фразы на плавиатуре. Совершенно так же, как это вы делаете. А говорящих обезьянах у нас будет отдельный сюжет, обязательно об этом поговорим. Значит, и опять же получается, что словарный запас, конечно, пожиже, чем у нас с вами. Но доказано и показано, неоднократно подтверждена способность самостоятельно порождать грамматики языков. Вот не просто увязывать значение некоторого символа с некоторым предметом или действием, а составлять из них композиции. То есть строить грамматику фразы. Так показано сложнейший филологический отрыв. Формирование лжи. Врать они мучились. Ребята, это ведь на самом деле признак очень высокого развития словесного символического общения. Когда одно дело вот такая условная символическая реальность, и другое дело по-настоящему происходящее. Вы когда-нибудь словосочетание «абстрактное мышление» слышали? Да. Ага, что это такое абстрактное, чем отличается от конкретного? Поднимайте руки, кто может ответить. Да, прошу. Абстрактное мышление, это не конкретное, а просто принципное. Обобщенное. Да. Оборванное от конкретного предмета. Дорогие ребятки, врать-то можно только в том случае, если доступно не просто сопоставление с предметом, а именно абстрактирование, отвлечение от предметов. Перевод на абстрактный уровень. Ну и до кучи. Научились ругаться. Значит, возникли... А что такое ругательство вообще? Это, опять же, отвлеченное от предмета слово, которое превращается в маркет, значок. Только не определенного, там, я не знаю, чашки, ложки, или действия, там, еду, там, я не знаю, кьюн, так? А значок этот привязывается к отношению. Мне неприятно, мне не нравится. Вывешиваем этот значок. Допустим, первая из говорящих обезьян, Йонна Шимпанзенка, от Лошоу, она очень не любила ниш-примат, мартыш. Вероятно, не от них досталось, пока она жила в Пересупке, пока ее не взяли воспитателя. Дело в том, что ее контейнер стоял рядом с контейнером зеленых мартышек вверх. А это такие очень сплочные существа, ну и, вероятно, совсем малюсенькое тогда Лошоу, когда она терпелась, мартышка на всю жизнь запомнила, что вот это очень. А еще она была очень чистоплотная и очень не любила грязь. И через некоторое время у нее возникает универсальный значок, которым она обозначает все то, что ей не нравится. Грязная мартышка. При этом употребляется он, когда ни грязи, ни мартышек, при этом нет. Значит, этого уж он ругается. Ну и юморок у них возник. Юморок, надо сказать, совершенно казарный. Но вот когда речь пойдет о говоряющих обезьянах подробнее, там мы подробнее посмотрим. Итак, на этом коротком структуре я, собственно, показал, почему людей включают именно в эту команду. Связывающая нас с высшими приматами существенно больше, чем то, что нас отделяет. Отделяет, еще раз я говорю, скорее количественные, чем качественные варианты. Хорошо.